Всем привет! Мы запускаем новый проект Ток-шоу про молодежь. И в этой студии мы будем обсуждать самые интересные, острые и актуальные темы, волнующие молодое поколение сегодня. Вести программу про молодежь будем мы. Перспективные и креативные журналисты молодежной редакции телеканала ОТВ. Разбираться в проблеме будем вместе с экспертными гостями. Людьми, которые добились успеха в бизнесе, медиаиндустрии, науке, политике, спорте и других сферах человеческой деятельности. Вот наша команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тема нашего первого выпуска – проблемы профориентации молодежи 21 века. Сегодняшний мир как никогда изменчив и динамичен, а современные профессии в полной мере отражают все экономические, социальные и даже политические изменения. В идеальной ситуации подросток должен быть активным, деятельным, уметь быстро построиться под рынок труда, успешно ориентироваться в многообразии профессий и уметь определить, насколько его личностные качества подходят под выбранную специальность. По факту же старшеклассники могут полагаться только на самого себя и непрофессиональную помощь родителей и друзей. По данным российского аналитического агентства, около 40% респондентов не работают по той профессии, которую получили в ВУЗе. Почти 20% кандидатов лишь первые годы работали по специальности, и только 61% нынешних студентов планируют развивать карьеру по своему профилю. Отвечая на вопросы о том, что повлияло на выбор профессии, 28% ответили, что большое влияние оказали родители. Треть сослались на жизненные обстоятельства, 21% на предполагаемую зарплату, 6% прислушались к советам учителей. Только каждый седьмой респондент аргументировал выбор способностями или призванием. Что ждет молодой человек от профессии сегодня? Какие цели ставят? Какими критериями руководствуется, когда делает выбор? Для сегодняшнего обсуждения мы определили два подхода к выбору профессии – деньги и интерес. Рассмотрим все плюсы и минусы обеих сторон медали. При подготовке программы наши мнения разделились. Мы считаем, что не нужно ориентироваться на финансовую составляющую, а нужно найти свое любимое дело. Потому что если ты найдешь свое любимое дело, то и успех в жизни тебе будет обеспечен. А мы считаем иначе, что если ты хочешь иметь дорогую машину премиум-класса, отличный отдых и хорошее жилье, нужно ставить ставку на деньги. А для выяснения правды послушаем всех наших участников. Например, я уже определился с выбором своей профессии. Дипломат – это профессия денежная. Ты можешь спокойно себе позволить поездку в какую-то другую страну, будь-то Турция, например. Можешь спокойно позволить себе новую машину или любую твою хотелку, которую ты только хочешь. Ну, лично я еще не определился со своей профессией. Мне бы хотелось прожить эту жизнь так, чтобы у меня было все, что я хотел. В общем, просто спать и зарабатывать деньги. Я считаю, что оба мнения можно совмещать, что можно заниматься любимым делом, но при этом достигать таких успехов, что твое финансовое положение будет на высшем уровне. При выборе профессии для меня самое главное – это ее денежное состояние и ее стабильность. Я уже определился со своей профессией. Это, скорее всего, будет в сфере строительства. Ведь Москва будет строиться всегда и будет реставрироваться, и с этого будет большой капитал. На самом деле, еще год назад я руководствовалась примерно тем же, чем и Егор, но я поняла, что я не смогу работать там, где мне не будет интересно. То есть, да, деньги – это, конечно, круто, это, конечно, классно, но еще лучше, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и тебе за это платят. И я думаю, что в современном мире нет проблемы в том, чтобы зарабатывать действительно просто на всем, буквально на всем, что тебе интересно. интересно, и, в общем-то, я выбираю интерес. Что касается меня, я очень интересуюсь физикой и все, что с ней связано, тоже как бы сфера строительства, но именно конструирование. Как бы там совмещается и интерес, и деньги. Ваши ответы сводятся к тому, что вы просто хотите, вы говорите то, что это, конечно, круто, это все интересно, но неплохо было бы, чтобы еще и деньги за это платили. Потому что в современном мире ты не можешь жить просто за спасибо, и тебе все равно нужно думать, как бы преобразовывать это все в деньги. Ты руководствуешься только стабильностью и только деньгами, только деньгами. А мы говорим о том, что нужно сначала понять, что тебе интересно, и этот свой интерес, хобби, не важно, что это будет, может быть, это рисование, может быть, это пение, не важно. И преобразовать этот талант в деньги. По логике вещей, если у тебя есть стабильная работа, где тебе платят большие деньги. В чем проблема вложить эти деньги в свое хобби? И ты получаешь удовольствие, ты получаешь удовольствие от того, что ты зарабатываешь деньги, и просто эти деньги вкладываешь в свое хобби. Все. Я и говорила, я думала об этом год назад, условно, что я пойду на юриста, например, да, но, во-первых, на юриста нужно отучиться пять лет, то есть это пять лет страдания. Потом ты устраиваешься, я устраиваюсь, да, куда-то, и мне нужно работать как минимум с восьми до шести, чтобы потом заработать деньги, и эти деньги уже вложить в то, что мне нравится. Зачем, если я могу с восьми до шести работать там, где мне нравится, и за это получать деньги? В данном случае я полностью согласна с Яной, в том плане, что я не могу со своей стороны заниматься тем, что мне неинтересно. Я могу заставить себя переключиться на какое-либо дело, но это не будет тем, что я буду делать в полную силу, тем, из чего будет положительный и качественный результат. И я, соответственно, тоже склоняюсь к интересу, потому что интереснее сделать что-то свое, вложить в это всего себя и потом увидеть результат своих стараний. Я уже определилась по большей мере со сферой и выбором профессии. У меня это IT-специальность. В данный момент я прохожу обучение в колледже по дизайну, 3D-моделированию и прочее, потому что не представляю свою жизнь без творчества. Однако иду я на бизнес-информатику, потому что хочу открыть свое дело и, опять же, за счет этого найти интерес и что-то придумать свое. Я определился с выбором своей будущей профессии. Это тоже IT, как у Алены, потому что это меня привлекает, интересует. И думаю, что если я стану хорошим специалистом в этой профессии, то я смогу получить кайф от этой работы. Я еще не определилась со своей профессией, но я точно знаю, что я буду заниматься тем, чем мне нравится. Я считаю, что нам не надо концентрироваться на какой-то одной профессии, потому что такое время уже прошло, и нам не надо быстро отучиться и пойти работать на завод до пенсии. Мы должны постоянно учиться, постоянно пробовать что-то новое. Было время, когда я работал в фастфуде, это самое ужасное, что было в моей жизни, я больше туда никогда не пойду. Вот сейчас я пробую себя в виде журналиста, СММ, ренспондента, и я не буду останавливаться. Нет такого дела, которое я люблю. Есть моменты, когда мне что-то вот это нравится, что-то вот это. Вот. И за деньгами я не гонюсь. Ну, у вас практически все ответы сводятся к тому, что вы хотите работать на своей любимой работе и при этом иметь кучу денег. Бабла. И понятно, что я тоже хочу спать просто на диване, потому что я это люблю и мне это нравится. И чтобы мне каждый день на карточку капал миллион. Но у нас тема заключается в том, что либо деньги, либо интерес. Но все равно вы выбираете профессию, которая в любом случае вам нравится. Я не могу... Арсений, ты выбираешь дипломатию только потому, что ты хочешь кучу денег. Но одна из самых таких причин, ну, ты до этого говорил, что ты хочешь общаться с людьми, ты хочешь прожить интересную жизнь. Интересную, не только денежную. Без денег не получится прожить достойную жизнь и интересную жизнь. Если ты хочешь куда-то летать, опять-таки, кататься на иномарках, жить в хорошем престижном доме. Ну, одним интересом это не покрыть, к сожалению. Деньги не приносят счастья так, как вы об этом говорите. А также деньги, в принципе, тебе никогда не заменят и эмоции, и наслаждения, и прочее. Ты можешь работать, грубо говоря, год на работе, которая тебе будет так... Которая тебе не полюбится настолько сильно, что ты просто выгоришь по итогу и уйдешь оттуда. Ну, опять же, как и Яна, я могу продолжить тему. Например, Арсений, вы сказали, что вам нравится. Вам интересна эта профессия, с какой бы точки зрения это ни было. Возьми любую другую прибыльную профессию. Тебе будет интереснее заниматься стройкой, но это же тоже будет какой-либо интерес. Эмоции, ты сказала, что эмоции нельзя заменить деньгами. Заменить их нельзя. Их можно купить. Ты можешь купить любую эмоцию. Ты можешь взять себе яхту, поехать на этой яхте, взять там миллион людей, позвать самых, не знаю, очень таких важных или популярных личностей мира, и тебе это принесет удовольствие. Это будут нереальные эмоции. Их же можно купить за деньги? Их можно купить за деньги. Нет, вопрос, как ты купишь яхту? Ты готов ради яхты там за 5, 10, 20 миллионов пахать 5 лет и ненавидеть работу, на которой ты работаешь? В этом и суть. То, что вам придется 10, 20 лет пахать со своей надеждой и таким нравом к своей работе. Да, вы ее любите, безусловно. Мы даже, может, и не любим как-то свою работу. Или нам она просто, ну, серым, серым пленом таким. Но в любом случае нам не придется пахать 10, 20 лет. Мы, если захотели, мы купили. В этом и суть денег. Мы получили эмоцию от покупки. Мы получили результат. Это самое главное. Для того, чтобы тебе иметь эти деньги от твоей профессии, тебе все равно нужно отучиться, тебе все равно нужно достичь какой-то должности для этого. Это все равно время. Будет набирать обороты долго. Если я за счет эмоций смогу сильнее вкалывать и сильнее вкладываться то, что мне будет интересно, то, что будет нужно и то, что будет, например, заходить людям. В сфере IT это любой дизайн в сфере IT. Ну, я про себя, опять же, говорю. Это любой дизайн, создание сайтов, работа на крупной компании, либо, опять же, бизнес-информатика, которую я планирую в своем случае наложить, будет мое дело, будет мой бизнес. Почему это должно долго раскручивать, если я смогу за кратчайшие сроки, за счет своего рвения и прочего, опять же, преобразовать это в работоспособность, которая быстрее приведет меня к тому, чего я хочу. Ты говоришь, что как бы вот ты выбрала интерес и выбрала IT, но IT это далеко не самая худшая профессия, в которой не особо мало денег платят. Поэтому как бы я бы тоже мог пойти в IT, мне не нравится IT, но я бы туда пошел чисто из-за денег. И в IT в наше время, вот на как бы нынешний год это не тяжело сделать. IT-шников, допустим, сейчас даже не хватает в некоторых местах, а оплачиваются они неплохо очень даже. Поэтому как ты можешь говорить об интересе, когда у тебя априори идет много денег? Помимо того, что сейчас, да, это востребовано, да, за это платят много денег и прочее, и прочее, я исходила из себя. Я понимаю, что для того, чтобы мне начать работу в IT, мне нужно а, образование, мне нужно б, какой-либо опыт работы. Я терпеть не могу литературу, грубо говоря, при сдаче на экзаменах. Я не смогу сдать историю по-хорошему, праву или обществу знания, потому что я просто не смогу к этому подготовиться должным образом, потом отучиваться ради этих же предметов, и поэтому мне это неинтересно. Мне интересна профильная математика, мне интересно сидеть копаться в задачах, мне интересно лазить в ноутбуке и создавать что-то. Поэтому я выбираю тебя, не потому что это сейчас прибыльно. Это как одна из составляющих, которая потом поможет мне. Наши мнения разделились, но в нашей школе мы провели соцопрос. Давайте узнаем, что же думают наши ученики нашей школы. Я бы выбрала денежную профессию. Почему? Потому что карьера и деньги для меня важнее, чем удовольствие. Я бы, наверное, выбрал профессию, которая приносит больше денег, потому что мне хочется больше зарабатывать. Хорошо. Кем ты хочешь стать в жизни? Я хочу быть программистом. Я бы, наверное, выбрала профессию, которую приносит деньги. Почему? Потому что я хочу обеспечить себя и обеспечить свою жизнь хорошо. Я бы выбрал работу, которая приносит удовольствие. Почему? Потому что человек, который получает удовольствие от работы, в общем, более счастлив. Хорошо. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать фондовым брокером. Большинство ребят, которые участвовали в нашем опросе, проголосовали за деньги, потому что они считают, что деньги – это важнейшая составляющая часть нашей жизни. И то, что без денег счастливой жизни быть не может. Кстати, многие ребята, учащиеся в нашей школе, они не определились с выбором своей профессии. И поэтому они до конца не могут понимать, к чему им склоняться, к деньгам или же к интересу. Сегодня все большую популярность набирают форумы по профориентации, на которых ребята, старшеклассники, могут вживую пообщаться с представителями той или иной профессии и узнать их плюсы и минусы, их сферы деятельности. Об одном из таких мероприятий – наш сюжет. Слушатели – ученики 8-10 классов со всего округа. В качестве спикеров – профессионалы своего дела. Они не только рассказали о своем ремесле, но и подсказали, на что необходимо обратить внимание при выборе будущей профессии. Цель нашего мероприятия – это дать общее представление о тех профессиях, которые сейчас у нас есть на рынке, о тех профессиях, с которыми стоит будущее, чтобы дети смогли изнутри познакомиться с профессией, чтобы они смогли пообщаться с представителями данных профессий, где-то развеять свои страхи, сомнения. К выбору спикеров организаторы подошли вдумчиво. Среди них представители самых востребованных профессий – врачи, военные, пожарные, волонтеры, спортсмены. Они поделились историями своего пути в профессию, плюсах и минусах работы в конкретной области. Действительно, мой первый был вопрос, когда я зашел в зал, я спросил, кто хочет стать врачом. И мне было очень приятно, потому что очень много детей, как раз 9-й, 10-й, 11-й класс, подняли руку и сказали, что хотят в будущем связать свою жизнь с медициной. Медицина – это не отдельная отрасль, это уже соединение кибернетики, и программирование, и биофизике. Поэтому это колоссально интересное направление, которое мы обсудили. Чтобы стать врачом, недостаточно одного желания. Необходимо углубленно заниматься наукой уже со школьной скамьи. И, конечно, обладать такими качествами, как эмпатия и человеколюбие, умением слушать и слышать. Те, кто интересовался профессией военного, смогли задать вопросы Владимиру Силантьеву. Участник освобождения заложников теракта в Беслане раскрыл секрет военного дела. Чтобы стать военным, нужно на самом деле любить родину. А родина – это кто? Это вот начиная от мамы, папы, братьев, сестер, бабушка, дедушка, друзья, село, деревня, город. Вот она родина. Учитель, программист, механик или водитель – в мире нет ненужных профессий. Главное при выборе будущего занятия прислушиваться к собственным желаниям и довериться врожденным талантам. Зачастую основным критерием становятся личные качества. Профессия пожарного, она издавна славится смелостью, добропорядочностью, отважностью. И пожарный – он тот человек, который обладает большим добрым сердцем. В большинстве своем, принимая решения в пользу будущей специальности, подросткам приходится делать важный выбор – желанная профессия или заманчивые перспективы. И вроде бы как я должна была поехать, поступить в медицинский институт, но не доехала. Две остановки, вышла возле Луганского педагогического университета и стала психологом. Так, кажется, так бывает. Родители, конечно, были в шоке. В ходе мероприятия перед школьниками и учителями выступили и специалисты по профориентации. Их задача сделать столь важную тему системным продуктом во всех школах. И в концепции нашего курса мы знакомим ученика с самим собой, то есть о какой я, а что мне интересно. Это первый момент. А второй момент мы знакомим с окружающим миром, с рынком труда, с рынком образования, как вообще выстраивать образовательную траекторию. И вот на стыке знаний о мире и знания о себе как раз и получается вот этот выбор совершать. Проведение подобных форумов в Одинцовском округе стало традицией. К ним готовятся заранее и всегда стремятся получить обратную связь, чтобы в будущем дать подрастающему поколению как можно больше полезной информации и тем самым помочь с выбором профессии. Сейчас мы пригласим в студию нашего специального гостя, а точнее гостью. И узнаем ее отношение к вопросам профориентации молодежи сегодня. Сегодня у нас в студии представительница творческой профессии, актриса театра и кино Карина Мишулина. Талантливая актриса театра и кино, сценарист, а еще дочь главного Карлсона Советского Союза Спартака Мишулина. Казалось бы, выбор профессии судьба определила за нее. Уже с двух лет она вместе с папой выходила на сцену театра сатиры, а в пять официально была принята в труппу. Ее партнерами тогда были легендарные Андрей Миронов, Анатолий Попанов и Ольга Аросева. Но после театрального института гордая Карина на одной сцене с отцом играть отказалась. Боялась, что ее будут воспринимать лишь как дочь знаменитого артиста. Творческий путь Карины был нелегким, но она добилась известности и стала обладательницей престижных театральных премий и наград на кинофестивалях. Позднее актриса все-таки приняла приглашение художественного руководителя театра сатиры Александра Ширвинта и продолжила династию на легендарной сцене. В кино также все сложилось. За ее плечами более 20 работ в кино и сериалах, но большинство зрителей знает Карину по ситкому «Жуки», а также роли учительницы Светланы Ермаковой в комедии «Физрук», где ее партнером стал актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Сегодня Карина Мишулина занята в различных театральных и кинопроектах, «Счастлива в браке», воспитывает двух дочерей-подростков и продолжает следовать своему главному жизненному принципу «Делай, что должен и будь, что будет». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Карина. У нас сегодня вопрос профориентации молодежи. Наши мнения разделились. Кто-то считает, что в профориентации важно чувства, важны какие-то эмоции, а кто-то считает, что важны деньги. Как вы считаете по этому поводу? Я считаю, что самое идеальное, когда все это совмещается. Потому что если ты горишь тем делом, которым ты занимаешься, если действительно ты находишь дело по душе, потому что оно тебя зажигает, то когда тебе за это еще и платят, то оно как бы, да, все эти пазлы складываются. И тогда, в общем, мне кажется, это самое идеальное. Вот мне, наверное, повезло, потому что как-то папа мой тоже был артист, народный артист России. И он с детства меня начал водить в театр, привлекал меня в постановки театральные. Я ездила на гастроли, обывала с ним на съемках. И, конечно, в какой-то момент я просто поняла, что действительно это то, что мне нравится. Это то, без чего я просто не могу дышать. И я поступила в театральный вуз, после него в театр. Потом случилось кино в моей жизни. Но я понимаю, вот даже сейчас, выходя на сцену, до сих пор, то есть у меня первостепенно, моя профессия. А выходя со сцены, когда мне за это платят деньги, это такой для меня приятный бонус. То есть поэтому, мне кажется, просто надо пробовать как можно раньше себя. Если, например, нету вот прям с пяти-шести лет какой-то тяги к чему-то одному, то мне кажется, надо просто искать какие-то, может быть, кружки, что-то смотреть, с кем-то разговаривать, пробовать себя в разных-разных сферах. И я уверена, обязательно найдется то, что будет нравиться больше всего. И также, как мне кажется, не надо бояться, там, не знаю, иметь несколько образований. Почему нет? Очень часто просто, к сожалению, вот у меня с мужем так получилось. Мой муж нашел свое призвание только в 36 лет, потому что до этого его родители заставили пойти учиться на инженера, ну, там, техническое образование получить. И он, поскольку не знал, чем он хочет заниматься в 17 лет, он пошел. Потом он ни дня, правда, не проработал по профессии, по диплому, но, тем не менее, работал, так скажем, в каких-то сферах близких к техническому образованию. И, встретив меня, поездив со мной по гастролям и побывав на съемках, он понял, что вот это то, что его зажигает. И он пошел во ВГИК, получил образование исполнительного продюсера и понял, что он счастлив, что это то, что ему нравится, это то, что он хочет. И, как часто он говорит, это дело его жизни. И я за это очень сильно его уважаю, что он не побоялся уже, так скажем, в возрасте не юнца пойти, получить это образование и заняться любимым делом. Потому что, мне кажется, нет ничего хуже ходить на работу, даже получая баснословные деньги, но ненавидеть то дело, чем ты занимаешься. Мне кажется, это просто может физически даже человека, так скажем, уничтожать. Уничтожать человек просто будет в депрессии, будет раздраженный, из-за этого и семья может начать сыпаться. Поэтому, конечно, надо стремиться к тому, чтобы это дело приносило огромное удовольствие. Карина, профессия актера – это своеобразная рулетка. То есть могут быть деньги, а может их и не быть. Вы, когда определяли своей профессией, вы как смотрели на это? Ну, безусловно, я все это понимала, потому что я выросла за кулисами театра сатиры, и, в общем, с детства видела не только плюсы актерской профессии, но и все минусы. Ну, нет, меня это нисколько не останавливало, потому что есть театр, где есть стабильность. Да, понятно, что там небаснословные деньги, они гораздо меньше, чем в кино, но, тем не менее, это стабильная зарплата. И даже если что-то происходит в жизни, образно на кусок хлеба ты всегда заработаешь. Плюс профессия актера дает возможность быть ведущим, например, не обязательно телевидение, а вести какие-то мероприятия, преподавать деткам, например, театральное мастерство, актерское мастерство. Это тоже, в общем, все входит в составляющую профессии и дает возможность заработать на кусок хлеба. Не знаю, может быть, мне везло, как-то были разные периоды в жизни, потому что как-то я, в общем, поставила себе цель с юности всего добиваться сама, отказавшись, так скажем, от помощи папы. Поэтому пусть он был непростой, он был тернистый, было разное, бывали и, в общем, тяжелые финансовые периоды, но никогда у меня не было желания бросить профессию, никогда не было желания пойти зарабатывать, так скажем, без любви. Просто надо понимать, если ты идешь в творческую профессию, хотя, мне кажется, вы знаете, рулетка в любой профессии. Ну, правда. То есть там, не знаю, юрист тоже, он может быть успешный миллионер, а может быть юрист сидеть в какой-то конторе, получать, не знаю, 300 рублей за консультацию. Поэтому тут вопрос А, ты этим горишь, Б, ты идешь к своим целям, то есть ты постоянно растешь. Нет такого, что я получил диплом, сел, и я такой молодец, все, значит, достиг всех высот. Это не так. То есть, мне кажется, в любой профессии есть куда расти, есть учиться над чем и делать себя лучше. Поэтому, соответственно, чем ты лучше, чем ты ярче, чем ты профессиональней, и чем ты, несмотря ни на какие препятствия, идешь к своим целям, я уверена, ты все равно достигнешь и добьешься хорошего результата. Мы знаем то, что у вас есть две дочери. Хотелось бы узнать, вы будете их как-то направлять при выборе профессии или предоставить этот выбор им самим, чтобы они сами решили, что им больше нравится? Да, спасибо за вопрос. Старшая дочь у меня уже закончила 11 класс. И скажу честно, я, конечно, хотела бы, чтобы она продолжила нашу актерскую династию, но, увы, она не захотела. Я ей дала год не поступать никуда, потому что я поняла к концу 11 класса, что она не до конца понимает, чем она хочет заниматься. И я, в общем, поскольку такой демократичный родитель, я ей сказала, давай так, давай вот этот год мы посвятим поиску тебя. Это не значит, что ты будешь лежать на кровати и плевать в потолок, да, образно. А ты будешь все-таки как-то, ну, пытаться найти то дело, чем бы ты хотела заниматься. И, в общем, в принципе, не прошло и пары месяцев. Она сказала, мам, вот все-таки я хочу быть фотографом, мне это все очень нравится. И мы с ноября пошли в Международную школу фотографии. Сейчас она ходит, занимается. Я вижу, что она этим горит. Я вижу, как ей все это нравится. Соответственно, я нисколько не давлю. Я ей сказала, что я приму любой твой выбор. И мне главное, чтобы у тебя от этого горели глаза, и чтобы это было дело, которым ты действительно хотела бы заниматься. Вот, маленькая, ну, как маленькая, 13 лет. Пока она тоже не очень понимает, потому что она хочет быть актрисой, певицей, блогером и там всем подряд. Вот, ну, посмотрим. Я все-таки как-то стараюсь так в творчество направлять, но аккуратно, не давлее. То есть, в общем, мы ходили на танцы, вот сейчас она хочет на вокал. Я стараюсь поддерживать всегда любые, так скажем, стремления к чему-то. И вообще, мне кажется, это здорово, когда ребенок не перегружен, но занят чем-то. Потому что вот у меня было такое детство, я нисколько не жалею. У меня был там и английский, и танцы, и театр, и какие-то еще занятия, и фортепиано. И это здорово, потому что не было времени на ерунду. И ты, в общем, уже к 16-17 годам прекрасно понимаешь, что никакая плохая компания тебя не собьет с пути, потому что у тебя есть цель, потому что ты уже сформирован благодаря этим занятиям, этим знаниям. И ты не хочешь уже сворачиваться этой дорожки, потому что уже интереснее та цель, к которой надо идти. Если бы не ваш папа-актер, то в какую сферу деятельности вы бы пошли? Хороший вопрос, но очень сложный. Потому что вообще я такой человек, который не очень любит вот это сослагательное «если бы», потому что, в общем, уже есть некая данность в моей жизни. И, конечно, сейчас мне хочется ответить, что я все равно была бы актрисой, потому что это действительно то, что мне нравится, то, что приносит мне удовольствие. Но, наверное, если так вот совсем подумать, что бы я еще могла бы делать, ну, с детства еще меня тянуло расследовать всякие преступления. Вот. Возможно, я бы стала каким-нибудь следователем. Карина, какие советы вы можете дать молодежи, которая прямо сейчас не может определиться со своей будущей профессией? Ну, наверное, в первую очередь, слушать себя, не бояться. Вообще вот не бояться своих каких-то, даже порой, может быть, каких-то бредовых идей и желаний. Мне кажется, вот, знаете, как говорят, когда первая мысль приходит в голову, она самая верная. При всем уважении и любви к родителям, безусловно, их надо слушать и прислушиваться. Но если вы прям чувствуете, что то, что они вам предлагают, вот, ну, вообще не отзывается нигде и никак, то как-то по-хорошему с ними договориться, чтобы вам дали возможность все-таки пойти в ту сферу, в которой вы бы хотели учиться, да, и впоследствии работать. Ну, и, конечно, самое главное, что идти к своим целям, не опускать руки, потому что жизнь бывает трудная, и порой всякие препятствия могут возникать на пути к вашим целям, но это не значит, что надо уходить в депрессии, в страдания. Это, наоборот, надо себя брать в руки, да, и наперекор всему уверенно идти к своей мечте, которая по-любому сбудется, если в нее верить, если, как бы, делать правильные шаги в этом направлении. Заниматься. Сейчас такой доступ к огромному количеству информации, на мой взгляд, да, и в интернете, и везде. К сожалению, молодость, она так быстро пролетает, и когда тебе 18, кажется, о, еще вся жизнь впереди, почитаю я потом этот фильм, посмотрю я потом, на эту выставку съезжу когда-нибудь, а потом оказывается, что, в общем, так жизнь закручивается, что ты ничего не успеваешь. Также мы провели опрос среди взрослых и узнали, какого они мнения об этом вопросе. Который душа. Конечно, конечно. Ну, плюс ставка на зарплату, которая нравится. То есть найти золотую середину. Да. На ту, в которой душа лежит. Да, это правильно. Вот чтобы у вас по жизни был стимул, чтобы вы отдали себя полностью работой, а работа вас стимулировала. Я считаю, что надо заниматься любимым делом, и тогда человек не будет воспринимать свою работу, как работу. Работа должна приносить удовольствие, а не каждый день ходить, как на каторгу. Ну, деньги же по-любому нужны, поэтому надо совмещать как-нибудь, или искать еще какие-нибудь пути заработка. А сейчас мы переходим к третьему блоку нашей программы «Интервью на равных». Карин, мы сейчас будем задавать вам вопросы на абсолютно разные темы. Ваша задача – либо отвечать максимально честно, либо не отвечать вообще. Карина, скажите свое самое яркое, худшее качество. Очень трусиха большая. Я боюсь порой таких вещей, позвонить кому-то важному, например, или что-то такое сделать. Я всегда стараюсь это скинуть на мужа или на маму, ну, раньше на папу. И считаю, это плохое качество, потому что оно мешает и в профессии, и в жизни. И порой люди думают, что я, в общем, какая-то там, ну, странная, да, то есть лишний раз не могу где-то подойти, поздороваться там с кем-то, потому что что-то стесняюсь. Ну, наверное, вот да, наверное, вот это такая трусость именно вот в этом смысле. И вот такая чересчур какое-то стеснение неправильное. Карина, ваша детская мечта не связана с профессией? Ну, наверное, прям миллионы-миллионы иметь денег, чтобы жить в замке в каком-то красивом бассейне, вот, чтобы у меня были там горничные всякие и так далее. Ну, то есть вот что-то, естественно, материальное, да. С каким человеком вы бы не смогли ужиться вообще? С подлым, с приспособленцем, с жадным и с безюмора человеком. Был случай, когда я играла для, там, одного телеканала такую, в общем, мастер-возную женщину. И художники, в общем, сказали, чтобы я себе сделала накладные ногти, ну, такие большие, длинные. Вот. И, естественно, в крайний съемочный день один из ногтей у меня отлепился в вагончике. Они как время, там, 7 утра, ничего не работает. Кое-как его мне прилепили. Я, в общем, ходила на него, не дышала. И у нас сцена с мужем очень эмоциональная, очень такая, прям, мы ссоримся. И он хватает меня как бы за руку, и в руке у него остается мой ноготь. Вот. Ну, группа легла, естественно. Он просто, у него был шок. Но мужчина не предупредили его, естественно, вообще не понял, что это искусственный ноготь. Вот. Потом очень долго не могли собраться, чтобы начать снимать дальше, потому что все время в голове стоял, в общем, этот ноготь. Ну, такая, в общем, была история. Не знаю, насколько она каверзная, но вот что первое пришло в голову просто, чтобы короче было. Карина, а если бы вы могли встретиться с собой, ну, в детском возрасте, что бы вы себе сказали? Ну, самое главное, я бы себе сказала, наверное, не бойся ничего. Не думай о том, что будут думать окружающие о тебе. Живи честно. Иди к своей мечте. Пробуй. Не стесняйся кому-то позвонить или что-то такое сделать в профессии. И, наверное, больше проводи время с папой, мамой. И почаще говорим слова любви, потому что, к сожалению, они не вечны. Ну, многие говорят про заветные цели, заветную мечту и прочее. А можете рассказать о своей мечте идиота? Мечте идиота? Ну, самое детское... Да, окей, вы сейчас будете смеяться. Я не знаю, откуда это. У меня не было голодного детства. Я жила в достаточно обеспеченной семье. Но у меня почему-то была всегда мечта, и до сих пор она есть. Когда вот прям будет очень много денег, пойти в какой-то большой супермаркет и набить тележку, вот просто не думая, несмотря на цены, просто ходить и набивать там вот всякой едой. И до сих пор смеется мой муж, он говорит, я не понимаю, ты же голодаешь, почему у тебя какие-то странные мечты? Там ни платье, ни машина. Почему тележка с едой? Не знаю. Но вот мне прям очень хочется идти, чтобы она была прям вот битком вся набита, всякой всячиной. И вот потом это все так в пакетике раскладывать красиво и привезти все это домой. Ну, вот такая мечта идиота. Вы считаете себя удачливым человеком? Ну, наверное, да. Я считаю, что мне есть за что благодарить Вселенную, своих родителей Всевышнего. Не грех жаловаться. Ну, понятно, что все познается в сравнении. Возможно, кто-то там более удачлив. Понятно, что у меня не было такого в жизни, чтобы на меня что-то сваливалось. То есть как-то мне всегда приходилось что-то преодолевать через какие-то препятствия. Там даже роли ко мне приходили. Не просто вот что я пришла, и раз, значит, все прям дорожка передо мной постелилась. Но зато как-то вот попадались хорошие роли, да, и хорошие сериалы, знаковые. Там в театре тоже хорошие какие-то работы. Поэтому, ну, да, наверное, я удачливый человек. Карина, спасибо вам большое за беседу, за вашу откровенность, за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо вам огромное, ребята. Я желаю вам огромной удачи, достижения своих целей, чтобы все ваши мечты сбывались. И спасибо вам. Мне было очень комфортно, интересно. Вы прям огромные молодцы. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Современный мир меняется очень быстро. Появляются новые направления, профессии и даже целой индустрии. Сегодня уже невозможно принести через всю жизнь багаж знаний и навыков, полученных в молодости. Профессию можно выбирать по разным направлениям. По зову сердца или зову кошелька. Но главное – это быть уверенным в себе и своем выборе. А если что-то пойдет не так, всегда можно начать новую жизнь с понедельника. Чего быть уверенным в семье. До свидания. Продолжение следует...